Интернет пестрит заголовками повышения пенсионного возраста. По этому случаю на Комсомольской площади амурчане устроили митинг. Более подробно расскажет моя коллега Вероника Шабунина. Накануне правительство России предложило начать плавное повышение пенсионного возраста для россиян. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, перед повышением пенсионного возраста будет достаточно длительный переходный период. Начать его предполагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 года для женщин в 2034 году, сказал он. Сегодня мы организовали пикет, чтобы поддержать всемирную акцию профсоюзов против повышения пенсионного возраста. Почему против? Потому что я считаю, действительно происходит дискриминация на фоне того, что у молодежи рабочих мест нет. А пенсионеры вынуждены работать не за того, что они действительно молодые, здоровые, и это им необходимо. Действительно им это необходимо, потому что пенсии у них очень маленькие. Я считаю, что государству нужно задуматься о том, чтобы поднять пенсии пенсионерам, обеспечить им достойную старость, а молодым действительно дать рабочие места, белые зарплаты, чтобы молодежь работала, взращивала свое поколение. Я призываю всех не опускать руки и бороться за свои права. Только вместе мы сможем преодолеть все трудности и все несправедливые решения, которые нам пытаются навязать сверху. Я считаю, что эта реформа направлена на уничтожение собственного народа. Почему не берется во внимание состояние здоровья людей в таком возрасте? Ведь к 50 годам большинство из наших россиян люди уже больные. Почему об этом никто не говорит? Почему не говорит о том, что у нас то, что говорят с телевизоров, что у нас живут долго? Это все неправда. Вы посмотрите, что творится, сколько умирает молодых людей, сколько умирает мужчин, не доживших до пенсионного возраста. А мы сейчас говорим о том, чтобы увеличить еще этот возраст. Это неправильно. Эта реформа направлена против людей. На текущий момент возраст выхода на пенсию равен следующим показателям. Для женщин 55 и для мужчин 60 лет. Предполагается, что пенсионная реформа вступит в силу с января 2019 года. Однако законопроект вызвал недовольство у всех. По этому случаю во многих городах прошли митинги против повышения пенсионного возраста. Амурчане не остались в стороне и с плакатами выстроились на Комсомольской площади. Плакаты пестрили яркими заголовками. Не хотим умирать на работе. Депутатам и чиновникам пенсию рядовых тружеников. Пенсия женщинам в 63 года – позор. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к пенсионной реформе предстоящей? Отношусь очень отрицательно. Потому что эта реформа, она подрывает основы, я скажу, даже не только государства. Она семьи в первую очередь подрывает. Потому что старшее поколение, оно сознательно помогало младшим. У нас как-то принято это в России. Они помогали содержать детей, внуков. Но даже не это самое главное. А самое главное то, что люди не чувствуют себя защищенными теперь. Прожили Олимпиаду, а за ней чемпионат. Денег нет. Но, россиянин, ты же был безумно рад. На пенсию уж не спеши, еще лет восемь попаши. Самым запоминающимся был лозунг с надписью «Проиграли» напоминающую счет в матче. А ведь действительно, разговоры о повышении пенсионного возраста начались именно в период чемпионата мира по футболу. На что надеялось правительство? Как говорится, выбрали самый удобный момент. Пока россияне потеряли бдительность и все активно болеют за российскую сборную команду по футболу. Как вы думаете, даст ли какие-то плоды сегодняшний митинг? То есть, будет ли что-то? Ну, мне бы хотелось верить, что все-таки нас услышат. Если по всей России прокатится волна пикетов, и будут они массовыми, я думаю, что правительство все-таки прислушается к россиянам, потому что если мы равняемся на Европу, то в Европе и зарплаты, и пенсии на порядок выше. Поэтому и пенсионный возраст, если мы повышаем, давайте повышать пенсии и зарплаты до уровня тех стран, на которые мы равняемся. Чем закончится волна недовольства и будет ли результат от митингов, узнаем в ближайшем.